снасть которая перевернет все стереотипы не отштрафуют нас за эту рыбалку наверное килограммовые окуни и гирские всем привет ну что очередная рыбалка дорога была капец жесткая не стали снимать это никому не интересно главная рыбалка со мной сегодня андрюха аверчук все узнают знаменитый муховяз вот вот таком красивом месте мы находимся это один из заливов красноярского водохранилища море у нас замерзла поэтому сейчас путешествуем путешествуем на мото собаки добираемся в такие места куда трудно добраться то что местами торосы местами гряда из льда вот ну ничего она гусеницы проскальзывает на льду но иногда схватывает немножко снег здесь появился в заливе в на море вообще голый лед ну ничего добрались начинаем рыбалку ставим жерлица и уловим крупных окуней погнали так здесь очень много видите на берегу веток скал и весь берег такой неровный где-то коряжники где-то и камни валуны соответственно вот здесь вот вся эта территория представляет собой такие бугры валуны поэтому сейчас будем искать коряжник будем буриться на разных местах и искать рыбу простора безграничные один за одним до супер снасть снасть которая перевернет все стереотипы а вот так вот фигач да он под этим подходе либо ехать подвеску получается багет я сейчас буду использовать немножко другую так то есть ставить бурю облавливаю это дело рад ли нам вдруг щука сразу активная стоит либо крупный окунь пришел куй крупный может не взять просто этого карася вот поэтому еще сразу облавлю рад ли нам ты куда фига ты заглотил ё-моё офигеть как мы вырежем все я вот обловил то есть один тыкнул одного поймал все крупника нет щуки нет можно ставить жерлицу как обычно выставляю жерлицу пусть куку и наверно еще не сильно активны вот но у меня как раз есть сегодня очень вкусные карасики ух карасята давайте щу крупных собирать напротив березы поваленная обрывистый берег по-любому должно мелкий такой ребята лучше я говорил вот он волчар за прошел крупненький но старенький следы думаю вчера прошел до берега вкус гоняет на этих горах есть что-то покой вот всегда когда тычет так резко это что-то что-то нормально тоже за 200 грамм явно там не один милях велики стоит зараза вот такие они стаи ходят и среди них могут быть и килограммовые что такое по силу есть ты ни фига себя такого я еще не видел такого я еще не видел на балансир видел наратлен нет борзые какие все крупнее и крупнее удар какой хороший ребята вот это кой сколько в нем здесь больше килограмма наверное на друзья вот килограммовые окуни кибирские вот такие красавчики вот это же дело джерлица молчат что-то один за одним фигачит и второе то 5 тоже сидел опять по два до до ну вот обловил лунку поставил жерлицу чуть-чуть поймал хорошенький за полторашка душа поет когда клюет хорошо бывать там где никого нет красота ну что друзья прошел я в общем вдоль берега ну вот такое даже клюет мелкий я часто возвращаюсь там где крупника поймал попробую там побольше разбурится так вот здесь вот на этот косе клеволок на крупно сейчас мы поэтому это все взорвем вы около 20 лунок поехали что здесь хорошо ударяет активная стая что хороший это хорошенький я че-то думал больше у тебя нас хорошо какой-то же приятненький тесто приловлю андрюх все нет сомневаюсь бьет а вот в таком вот активном окуне есть по-любому крупный есть это неплохой тоже хорошо борется вот это же грампа 350 и сюда калибрую вот такие вот лежат и помельче помельче в кадр они все попадают иначе видео будет вообще трехчасовое вот здесь есть крупненький есть это неплохой а не блин че меня волнуешь ребят ну вот эту лунку я так потихонечку подергал вот мелочевка десяток наверное поймал вот более-менее такие зачетные перехожу ищу все таки крупняк вот недалеко отошел на той лунке где ловил до это вот вот ударчик среди вот таких вот есть крупненький когда мелочь идет там нифига крупненькая нет а вот и такого должен быть сейчас попробую раскачаться сидит багриться очень много вам покажется будто я каждый раз подбагриваю специально на самом деле идут тычки и это я каждая раз пытаюсь подсечь его каждая проводку вот смотрите опыта видит оп я потекаю сейчас еще раз опять тычок и вот так вот ни одной нормальной проводки не делаешь потому что он бренд берет и берет хватает и хватает запогрил что ли но вот багриться обогрением запрещена рыбалка я же не специально однако кого это интересует да сразу все на хвост нифига себе я был не готов офигеть вырвала шутку это кунек это надо покрепче держать кажется дольше крючки вытаскиваешь тем чем рыбка находится в воде есть неплохой а блин неплохой багриться багриться как бьет вот по хорошенький ох какой приятные приятные окунечки окунечки ничего такой окунек тут на этой ломке ну такие грамм за 250 наверно какой окунечки просто кайф блин такой удар вот явно что-то крупное было вот вот это уже к 300 грамм блин что такое кажется что я ох а тут он что-то тишина да да пользу ратлин кому интересно нельзя как фирма в описании напишу такой тяжеленький быстро опускаются есть у меня полегче ратлина но вот этот тяжеленький нормальный удобно быстро опустил клюет много крючки крепкие большие андрюк смотрю на одном месте стал рубачить что-то видать там что-то он там знает какой-то коряжник или чего вот у меня мелочь пошла пойду сейчас до него дойду друзья клюет очень активно местами попадается такой неплохой окунь ну одного удалось поймать за кило остальные ну полкилограмма нет где-то грамм 300 ну ничего прикольно так вот я рыбачу видите там кучка здесь кучка там кучка где-то мелочок где-то крупняк ну вот такие вот я не знаю для кого-то нормально для меня среднячок приятненькие такие ух ты ох какой удар то было хороший удар был окунь такой вот мощный о экшн камеру как всегда покажется что белки грамм 250 есть жирный а окс икрой еще удары ух ты хорошо дал вот опять напал на такую стайку более-менее экземплярчики приятные такие мелкие то он просто подбрасывает такие прям тук тук метры еле заметные вот здесь прям такие ух ты что шуток вот ребята лунка четыре штучки принесла поклевывает поклевывает о друг сюда идет чего нет он не клюют что уже мастер уже спец но килограммовых поймал я одного поймал одного килограммового взял блин у меня один цепляшу оторвал это фига ты намолотил е-мое не ну тоже такие вот есть это 300 граммовые мелочи мелочи в основном ну много мелочи вот эта тема научишь меня ловить цепляй 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 тут надо на рубочка специальная да не почему я этот устал махать ротлин вот вот это нормально ну аппаратик один а там видишь свет да видел но волчары есть тут есть нет такие вот тоже кабанчики есть нормально вот тоже такие прикольно вот некоторые нормальные такие вот у андрей профессионально в агрилках вот такие мушки вот такая корча поэтому и рыбы много никто не бывает здесь такие торосы в начале на въезде залив вообще да у меня тут совсем мало что то там вот прошлый год то там было вообще да как это такие они же в метр-полтора поднимаются находишь лунку где он прям бьет так сильно ты понимаешь что это какая-то то ли другая стая то ли там его много это не брал что налить очку не цепляется за поводок у него проблема что он задним тройником всегда цепляет леску она жесткая и он нифига не отыгрывает так я обратил внимание ни хера он в глубине метров вот наш и наверно четырех у андрюхи в принципе там тоже неплохие были но вот крупный только здесь попался вот решили здесь как бы до вечера уже порабачить андрюха ловит на супер перспективную ловчую снасть про которую сейчас расскажет как ловить вот я буду ловить дальше на ратлин посмотрим кстати разницу но местные ловят все вот на эту корчагу или корягу как они там называют хапугу кто и как только не называет андрюхи просто-напросто катушка леска 05 офигеть все там две подвесочки сверху ну и методом багрения 50 процентов где-то рыба ну как в принципе на ратлин сегодня у меня 50 процентов багрится рыбы так это получается просто ну вот да вот это сама коряга коряга называется просто это крючок со свинцом и здесь этот мишуры елочные да да подарочные получается это просто привлекает да муки на одну стучишь муть поднимается муть и вот он лезет к этим вот мушкам а здесь подвески мушки на поводочках вот такие вот красные и он либо их хватает а если не хватает то то его багрит его багрится я видел местное очень много крупных окуней ловит то что особенность такая на хранилище вот окунь подходит он начинает тыкать 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 тычки такие замучишься это подсекать вот здесь вариантов нет ты ухренакс и за пузо живот даже если он не хочет плевать вот ну сейчас я еще здесь пытаюсь разбуриться так а по игре как получается что так стучишь да вот просто по дну стучишь он подходит даже он когда на подвесочке хватает чувствуется очень да то есть получается ты ему создаешь и и на подвеске играют вот так вот подвеска подходит даже если фон их не берет ты его сразу раз и все и готов тут по ходу глубоко да и глубоко надо мельче туда смещаться есть такая вот яма вот надо здесь поближе а вот там где я ловил и крупно поймал там идет вынос от вот этого языка и вот сейчас в принципе здесь и будем это все дело обладать что вот у андрюхи вот такие вот штуки еще есть запасные очень острые крюки ты они необычной формы почему-то такой прямоугольной то есть и вижу что вот эти крючки они немножко отличаются грамм я не знаю сколько наверно 35 может 40 грамм вот а также я видел что вместо вот этих подвесок мушек используют и блесенку вот местные и туда цепляют берушу такой материал который не нельзя там быстро не изнашивается и служит как типа как подвеска в виде глаза а ничего не отштрафуют нас за эту рыбалку нет наверное но ты как относишься вот то что считают некоторые что это запретная снасть я не знаю ну как то всю жизнь рыбачили во первых сходов если вот как как я сам их делаю сходов намного меньше чем даже вот тут же взять балансир ратлин так же само багрец да и вот сегодня очень много забагрил и очень много сходов было да а здесь а здесь ты если ее вдарил то все она уже шансов у него нет сорваться ну он здесь ли сходит то сходит в основном с подвесок с мушек а так с самой коряги ну вообще никак есть магазины с маленькими крючками да я кстати видел много продаются вот эти блесенки и по бокам у них идут эти крючки острые они ерунда да ерунда да потому что он маленький во первых причем и тонкий как правило они тонкие они либо ломаются либо рвет его просто ну-ну надо искать вот такой небольшой где нам счет поставил короче ратлин он полегче двух цветов очень уловистый по щуке мне понравился в том году и в этом году хорошо отработало есть стройники очень большие может быть мелкого окуня меньше будет засекать вот что хорошо еще что он легкий и во время опускания он вот так вот играет и очень много будет поклевок еще и запускание это крупный окунь особо любит именно вот медленную такую вялую игру приманки горчик бодрится бодрится это ломки два мелких попалась три мелких легковатый все таки легковатый вот такой что ли поставить дело к вечеру близится жир лица так вообще не сработали вообще в блин простояли с карасишками такими вроде активными но что-то щуп сегодня активно сейчас мы смещаемся и опять к этой точке где я нашел окуня вот и будем пробовать здесь облавливать ее я поставил ратлин такой же немножко другой расцветки хочу было разловить его вот сразу поклевки вот тут хорошо ударил под вечер что ли мелочь пошла вроде крупный был здесь вот это и багрится чем отличается от ваконьерской тоже снасть если багрится они вот идем и по лункам вот мелочь идет есть три поймал идущий шесть там два андрюха идет тоже пять шесть и в общем что-то мелочевка какая-то сейчас я не знаю попробую может быть глубину пробью либо по мельку пойду на мель он вышел у меня есть пару бешеный под вечер вообще мелочев какая-то Андрюх он перешел вообще на ловлю на балансир глаз повесил и фига щит окуня кембрик да вот просто и глаз глаз цепляю у него смотрю не хвоста уже нет ничего или здесь и не было не выручает незапретная сна сегодня неразрешенная у меня такие вот такой вот наборчик этим волонтерчик твоих разли на фото такой вот есть расцветка вот такая с таким такими нитками но блинок у мелочь вообще замучает его хватать может быть даже перейти сейчас на него темнеет но все таки я сделаю акцент на проверенном варианте на таком вот блин у жерлица вообще ни одной сработки это что-то капец какой-то вот Андрюха фигачит и вот они кучки с окунями лежат тот мы сейчас прошли половили то к сожалению мелочевка Андрюха пошел собирать рыбу вот в общем стала смеркаться и резко вырыгала клев хотя поклевки были очень частые мелочи к сожалению мелочи очень много мелкого окуня но ничего я конечно в кадр и видео попала конечно не вся часть поймать окуней потому что их около Андрюха 200 поймала я около может быть 130 ну нормально нормально есть нормальные экземпляры и чувствуется что окунь здесь крупные имеется это радует ну вот что-то жерлицы промолчали очень жалко время потраченное на расстановку жерлиц очень жалко время потраченное на живцов потому что поймать их тоже проблема вот ну ладно я тучу рыбалка как говорится лучше чем дома на диване сидеть воздух природа тишина аж прям уши закладывает от тишины классно очень дикие места надо будет сюда почаще приезжать изучать и ловить друзья ну что подведем итог закончилась рыбалка нормально приятненько так порыбачили сначала такой говорю что ты мало поймал у меня вон еще второй мешок ну Андрюха понятно там блин нафигачил больше 200 штук наверное и окунь такой есть и вот 300 граммовики такие ну вообще нормальный нормальный мерный окунь у меня поменьше чуть-чуть но отличился я вот таким кабаном ну за кило я думаю вот ну и были такие вот тоже 300 граммовики 250 и очень много мелочи в принципе рыбалка довольны Андрюха подсказал вам как рыбачить на супер уловистую снасть которые ловят местные вот хотя на самом деле я вот забагрил столько же сколько и ты на сегодня потому что столько сходов у меня было что столько забагрено поэтому можно и меня наверное считать браконьером потому что блин тоже багрил вот ну никуда не денешься вот рыба так клюет так цепляется что же поделаешь ну все сейчас у нас ждет далекая дорога обратно через вот эти вот торосы полыньи там голый лед блин по которому сложновато передвигаться заносит капец ну еще мы справимся да андрюх ну и все всем удачи пока в новом году успехов и не хвастанешь и пока